К нам приехали в гости девчонки-чемпионки по футболу команды УРФУ. Их приехало 5 человек, это целая такая команда полноценная. Они провели тренировку с единственной женской командой в нашем городе. Приняла команда их юниор. Как раз там тренируются девочки от 7 до 14 лет. И тренировка прошла на базе Гагаринского. Девчонки поиграли в футбол, показали им те упражнения, которые они сами выполняют на своих тренировках. Поотрабатывали удары. Также в их составе приехал вратарь, которая призывала в свое время в сборную России по футболу. Она поработала с вратарями. Так было интересно всем и весело прошла тренировка. Любая цель любой тренировки с чемпионом – это общение с теми профессионалами, которых мы привозим. У ребят есть уникальная возможность напрямую пообщаться, выспросить у них какие-то моменты, подчеркнуть какие-то фишки, которыми они сами пользуются. Ну и поиграть с ними на одной площадке. И это основная цель – общение и получение опыта. Расскажите, как вообще такая идея появилась – тренировка с чемпионом? Ну это наш любимый проект, наша организация «Города чемпионов». Мы ее начали проводить, как только организация зародилась. С первого же дня эти тренировки начались. Нас поддержал в этом министр спорта Леонид Шрепопорт. И мы вот уже на протяжении трех лет привозим различных спортсменов в различные виды спорта. В Европе это вообще практика во всех видах спорта. Там прямо на уровне правительства и администрации, и городов принято такое, что звезды как раз обязаны приезжать в детские клубы, и для того, чтобы дети стремились к таким высшим целям в спорте. Наши тренировки, они абсолютно для всех желающих. Они также бесплатны. Любой желающий может прийти, поучаствовать. Условия небольшие. Допустим, вчера необходимо было просто форму и быть девчонкой. Мы также привозили ведущего игрока хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолия Голышева. Там участвовали все дворовые клубы. Тоже было одно из условий просто прийти с клюшкой. И все желающие пришли. Там очень много было просто горожан, которые услышали об этой информации и пришли пофотографироваться, посмотреть на эту звезду. Много к нам приезжало ребят, спортсменов. И с удовольствием все приходят и участвуют. Какого чемпиона вы еще планируете привезти к нам? В марте месяце у нас пройдет крупный турнир подзюдомирового масштаба. Мы планировали как раз привезти какого-то дезюдоиста, прославленного чемпиона. Дабы у нас есть такие в Свердловской области, чтобы как раз наша секция подзюдо. У нас есть секция, там занимается более 100 ребят, приняло участие в данной тренировке с чемпионом. Это одна из мотиваций подобного мероприятия, тренировка с чемпионом, чтобы ребята смотрели. Но необходимо также разговаривать с юными спортсменами, со всеми желающими о том, что спорт это не только пот и кровь, пролитые в спортзалах и на рингах, и на каких-то соревнованиях. Это еще и общение, это еще и большие возможности, которые тебе как раз дает спорт. Это социальный лифт определенный. Многие видят, что сейчас прославленные спортсмены занимают высокие должности в различных руководящих органах нашей страны. У многих есть собственный бизнес, многие живут за границей. Как раз для ребят из глубинок это такой хороший социальный лифт, который поможет им в дальнейшем жизни. И это необходимо рассказывать, необходимо показывать. И может быть не все, конечно, но те немногие, которые захотят профессионально заниматься спортом, добьются высоких результатов.